Сирия 16 апреля. Хаят Тахрир Аш-Шам реформирует свою судебную систему в Большом Иглибе. Неизвестные совершили покушение на бывшего боевиками Южного фронта Вдара. Сирийская армия проводит новый этап работ по разминированию в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Коротко об итогах противостояния. Провинция Дамаск. Военные источники агентства САНА сообщили, что инженерные подразделения сирийской арабской армии приступили к очередному этапу работ по разминированию на востоке Дамаска. Работы в районе Аль-Кабун продлятся до 14 часов, во время которых саперы с металлоискателями исследуют подвалы домов и школ. Напомним, в восточной Гуте находился анклав вооруженных группировок Джейш Алислам, Фюйлак Ар-Рахман, Ахрар Аш-Шам и Хаят Тахрир Аш-Шам. Весной 2018 года боевики согласились сдать оружие и вместе с семьями выехать в провинцию Идлиб. Однако до сих пор местные жители сообщают о найденных схронах с оружием и минах-ловушках. Провинция Дара. Спящие ячейки боевиков совершили вылазку в поселке Таси. В результате перестрелки был ранен мужчина по имени Ваиль Хафиз. Как сообщает источник, в прошлом Хафиз состоял в Южном фронте. Ответственность за попытку покушения возлагают на бывших членов Южного фронта. В 2018 году группировка распалась после подписания мирного соглашения с официальным Дамаском. Однако, по мнению военных аналитиков, наиболее радикальные члены группировки продолжили антиправительственную деятельность с поддержкой сил Международной коалиции во главе с США. Провинция Идлиб. Согласно информации военного источника агентства Эль Маздар, в районе поселения Аль-Бара и высот Джибель Ас-Завия, по-прежнему отмечаются боестолкновения между террористами Хаят-Тахрир Аш-Шам и правительственными войсками. По информации источника, ночью террористы открыли огонь по опорным пунктам армии у Аль-Бара, после чего подразделения Сирийской Арабской Армии открыли огонь по укрепленным огневым точками боевиков из тяжелой артиллерии. Как передает военно-аналитический телеграмм Ханал Рыбарь, Хаят-Тахрир Аш-Шам выпустила заявление об аресте своих боевиков в Идлибе. Задержанные записали видеообращение к турецким военнослужащим с угрозами, в котором пообещали обезглавить любого турецкого солдата, который проникнет в зоны их контроля в составе патруля или как-то иначе. Источник также сообщил, что группировка подписала соглашение с турецкой стороной об изменении системы правопорядка в Идлибе. В ближайшее время туда будут введены 5000 боевиков подконтрольной Анкаре Сирийской национальной армии, которые будут обеспечивать правопорядок. Назначение прокуроров и шариатских судей также будет происходить сведомо Турции. Провинция Рака. К западу от города Айн-Иса продолжились столкновения на линии разграничения сил протурецких группировок и курдских бандформирований. Сообщается об обстреле позиций демократических сил Сирии со стороны турецкой армии в деревне Аль-Халидии. Как передает агентство Фарадпост, пока информации о потерях курдских боевиков в живой силе и боевой технике не поступало. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.